Налоги платить не любит никто и очень хочется жить там, где нет налогов. Я жил в такой стране, сейчас я хочу рассказать о том, как это было, как жить в стране, как живется в стране, в которой никто не платит налоги, а вы уже сами решайте, хорошо это или плохо. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно моя жена ходила на рынок, и мы уже давно не используем наличных денег, в общем-то практически, используем только карточки. И она пыталась купить что-то у дедушки и говорит, «Ну, у меня только карточка, я могу только карточкой заплатить». И он так гордо говорит, «Мне нужны настоящие деньги, а не эта фигня». Ну, покупка не состоялась на самом деле, и жена мне рассказала вот об этом дедушке, которому нужны только настоящие деньги. Что такое настоящие деньги, по его мнению? Это черный нал. И действительно, многие хотят жить в черном нале, потому что карточка – это, значит, там, ну, все платежи по карточкам будут известны. Налоговая все это под надзором, все это, ну, или не налоговая, по крайней мере, банку. Ну, и все мы хотим избавиться, то есть, никому не хочется жить под колпаком, все мы протестуем против QR-кодов, против тотального контроля. И так далее. И все мы хотим жить за черный нал, почему-то. И я вам сейчас расскажу, как я жил в стране, в которой черный нал. Ну, не знаю, вы догадались уже или нет, что эта страна – это наша страна, Россия, в начале 90-х годов. Итак, смотрите, с чего все начиналось. Новые власти, новые законы появляются, и старые законы уже перестают действовать, новые еще не начинают как-то, и, ну, что-то работает по-старому. И по-старому работали банки. Никаких электронных платежей тогда не было, все было здорово, поэтому, значит, если мы переводим кому-то деньги, куда-то деньги переводятся, то они переводятся так. Идешь на почту, значит, пишешь там какой-то почтовый перевод, почта пересылает этот почтовый перевод по своим каналам, значит, через неделю карточка с этой карточкой поступает вам, вы идете на почту и там получаете свои деньги. Вот так вот, то есть на пересылку денег уходило, скажем, больше недели, во-первых. Во-вторых, значит, ну, это так было и между банками тоже. То есть, если банк, например, да, какие-то платежи осуществляет, то эти платежи как шли? Ну, между банками, то есть от одного банка к другому. То же самое примерно. То есть были такие, так называемые, бумажечка, она называлась АВИЗа, и один банк пишет АВИЗа, там, Центробанку, что, значит, вот такие-то суммы надо перевести, и перевозились деньги буквально наличными, то есть мешками там какими-то и так далее. Вот, то есть приезжает человек буквально вот, ну, будем так называть, из Южных Республик, будем называть вещи своими именами, и с бумажкой такой, он говорит, вот, мне нужно, так сказать, я из такого-то банка представитель, вот бумажка, вот с печатью банка, со всеми делами, мне нужно получить там сколько-то миллионов рублей. Банк говорит, ну, хорошо, значит, все в порядке с документами, иди в кладовку, забирай деньги, ну, грубо, вот, в кладовке, значит, ему тоже, так сказать, ну, по накладной буквально выделяют там несколько мешков денег, он уезжает, и все, и очень быстро люди поняли, что эти бумажки можно напечатать, подделать, и эти деньги пошли потоком совершенно туда, в Южные Республики. И вот так это было, понимаете, и только потом уже, значит, начали баланс подводить, куда деньги исчезают, они в какую-то черную дыру уходят, а они шли куда, они, ну, просто были фальшивые авизы, с этого все начиналось, вот, и смотрите, какая штука. Дело в том, что, вот, вы не хотите платить налоги, вы хотите, чтобы все было за черный нал, но кому выгоден черный нал? Конечно же, черный нал более всего выгоден преступникам, и именно преступники в этом заинтересованы больше всего. И, как сказал Остап Бендер в романе «Золотой теленок», говорит, если в стране ходят деньги, то, значит, в этой стране будут люди, у которых этих денег много. И денег много будет отнюдь не у этого дедушки, денег много будет у кого-то другого. И если все идет за черный нал, все идет за наличку, то за наличку идет не только на рынке расчет, и не столько на рынке, за наличку идут расчеты буквально, там сказать, составами, за состав угля, еще и недавно в ДНР, насколько я понимаю, все шло за наличку. Не знаю, как сейчас, вот, ну, так сказать, писали, что там прямо вот буквально чемоданами деньги носили. И вот это вот тоже будет дело. И я вам скажу по секрету, что вот в начале 90-х годов, ну, то есть все-все-все расчеты были буквально за наличку. И в том числе, да, и есть люди, у которых денег мало, вот, ну, тем все равно на самом деле, вот, вот, поэтому мне непонятно, почему дедушке, значит, так хочется настоящих денег. А есть люди, у которых денег много. И в начале 90-х я был как раз одним из таких людей, который занимался как раз вот, ну, я был предпринимателем уже тогда. И я вам расскажу, как это было. Это, смотрите, ну, деньги носили буквально сумками, и в том числе, ну, у меня, так сказать, дипломат был такой, вот. Ну, и постоянно у меня на руках были деньги, на которые можно было купить примерно, скажем, две квартиры. То есть там цены-то постоянно менялись, курс менялся постоянно. Вот. Ну, это примерно на наши деньги, прикиньте так вот, ну, 10-12 миллионов рублей. Постоянно. В течение нескольких лет такие деньги у меня постоянно были на руках. В кармане или, значит, там, в машине, в чемодане. Но постоянно, потому что, ну, это был... То есть все, кто занимался бизнесом, они вот примерно с такими деньгами имели дело. И если вы, например, продаете квартиру, то тоже, пожалуйста, значит, вы, естественно, предпочитаете наличку. И вот представьте себе, да, себя на моем месте. Вот у вас, скажем, 12 миллионов рублей. И об этом знают, ну, как минимум, 20-25 человек. И это на протяжении нескольких лет. И теперь у меня к вам вопрос. Сколько стоит ваша жизнь? Кто поручится за то, что вы останетесь живых завтра или послезавтра? Да хоть через час? Вы, когда идете вот с такими деньгами по улице, то вы понимаете, что в любой момент... Я, например, ждал нож в спину, сказать, выстрел в спину там, или все, что угодно, понимаете? Потому что, ну, в то время могли убить там за две бутылки водки, а тут такие деньги. Это страшно на самом деле. И, как вы понимаете, ну, вы скажете, законы там, полиция. Какие законы? То есть, если вы живете и не платите налоги, то в этой стране законы не соблюдаются. И, прежде всего, их не соблюдаете вы. Именно вы. И именно вы этого хотите. И какая милиция, какая полиция? Если, давайте вспомним, что такое полиция. Полиция – это представители государства, государственные служащие. Откуда они получают зарплату? Из бюджета. Откуда берутся деньги в бюджете? Из налогов. Но мы-то с вами не хотим платить налоги. Вот оно счастье, в чем заключается. Поэтому, значит, если мы не платим налоги, какую полицию мы получаем? Такую и получаем. И если вы думаете, что это хорошо, ну, скажем, да, какую медицину мы получаем? Мы такую и получаем. Вот. И, ну, когда, ну, в начале 90-х я был молодой, естественно, медицина меня не очень интересовала, потому что, ну, во-первых, я до сих пор еще молодой, так сказать, как бы здоровый. Вот. Ну, а тогда-то уж вообще. Вот. И медицина меня не интересовала, потому что, ну, если есть деньги, то можно заплатить за любую медицину. И есть другой вопрос. А если у вас есть деньги, то готовы ли вы заплатить за свою безопасность? И сколько стоит будет ваша безопасность? И, конечно же, конечно же, конечно же, вот мы не платим налоги, да? Да, но свято место пусто не бывает. И если полиция не работает, а она не работала, потому что у нее не было денег, им не платили деньги, поэтому их ни во что не ставили. И это место заняли соответствующий, то есть если вы помните, что сначала были фальшивые авизы, когда фальшивые авизы прекратились, в общем-то, навели с этим порядок, но все, преступность пошла уже полным ходом. И после фальшивых авиза стали брать людей в заложники, требовать выкуп. Если вы не помните, как это было, я вам напомню, это было. И, ну, говорят, что это, так сказать, там Чечня, но, так сказать, соседние республики тоже все этим промышляли. И поэтому я бы не сказал, что это вот какая-то отдельная республика, ну, в основном это были южные регионы наши, и до сих пор о них, в общем-то, такая нехорошая слава. И люди, у которых родственников брали в заложники, они бегали и искали денег, собирали деньги, если вы не помните, дайте нам денег, потому что нам надо отвезти эти деньги за выкуп людей. Ну, я вам скажу так прямо, значит, другими словами, что не просто дать денег, а заплатить этим бандитам за их хорошо выполненную работу. То есть они взяли родственников, заложники, они выполнили свою работу и требуют за это денег. Вот как это было. И было чудовищно сложно побороться с этим, если вы помните. Кончилось там все достаточно печально на самом деле. Вот таким образом. И я вам сейчас расскажу то, что происходило вот конкретно со мной. Ну, уже, значит, это продолжалось несколько лет на самом деле. И уже, когда все это уже сворачивалось, уже, ну, то есть я с успехом все это пережил, все это прожил. И, в общем сказать, ну, я занимался таким бизнесом, которым не интересовались бандиты, как ни странно. Вот. Сначала они просто не соображали в этом деле, потом просто, так сказать, не дошли. И, в конце концов, они дошли и до меня. Как это было? Смотрите. Ну, сначала стал звонить какой-то товарищ, что он хочет со мной встретиться. И, ну, я сразу понял, что, судя по всему, ну, мне говорили люди, что какой-то смуглый там из Южных Республик явно. Я говорю, ну, наверное, бандит. Вот. И, ну, он назначил встречу, я сказал, что, ну, хорошо, давай встретимся. Да. Давай встретимся. И, ну, я понимал, что вначале, когда первый раз мы встречаемся, то, в принципе, ничего не будет, это не страшно. То есть, как бы, ну, не то, что не страшно, страшно, конечно, но ничего не будет. И, ну, я сижу в офисе, заходит он такой товарищ, явно, так сказать, оттуда, кавказской национальности. Не могу сказать, какой, не знаю, потому что не понимаю их языка. Вот. И он говорит, ну, пойдем поговорим. Хорошо, говорю я, пойдем поговорим. Ну, то есть, без свидетелей типа в машине. Вот. Мы выходим, это было в Москве, буквально там на Садовом кольце, у нас был офис на улице Красина. Вот. И мы выходим, у них там какая-то машина, такая задрипанная шестерка, значит, там сидят уже трое человек, меня сажают на заднее сидение, он, так сказать, садится этот молодой человек с другой стороны, то есть, я сижу посередине, значит, справа, слева от меня эти бандиты, вот. И они начинают со мной вести мутную такую беседу. Ну, знаешь, вот мы, значит, представители там преступного сообщества, грубо говоря, и наши братья сидят в местах там заключения, несправедливо, естественно, и мы, как сообщество, должны все помогать. Ты же понимаешь, что мы должны помогать, и ты должен помогать нашим братьям, потому что мы все делаем общее дело, говорят они мне, и поэтому, поэтому надо, ну, как бы, платить деньги в общак, потому что мы должны их обеспечивать, это наши братья, они сейчас в трудном положении, у них семьи, у них дети, и мы должны им помогать, и ты должен им будешь помогать. И я говорю, ну, в общем, сказать, я, как бы, не это самое, не планировал, и пока справляюсь, они начинают говорить, что, в общем, сказать, ну, они, как бы, не просто так, они будут мне помогать в моих проблемах, и дальше они мне начинают рассказывать, ну, достаточно так, с нажимом, но без явных угроз, как бы, угрозы были такие, скрытые, то есть они говорят, ну, вот, у тебя же есть дети, понимаешь, там, 6 лет и 8, 6 лет мальчику, 8 лет девочке, и ты же хочешь, чтобы они были нормальные, здоровые, чтобы они учились в школе, чтобы они ходили в школу, ты же этого хочешь, да, ты же хочешь, чтобы они жили нормальной жизнью, ты же хочешь, чтобы твоя жена тебя встречала каждый день, ты же этого хочешь, вот, правильно же, вот, поэтому ты должен с нами сотрудничать, вот, поэтому, значит, мы будем помогать тебе, значит, решать твои проблемы, И дальше они мне начинают рассказывать, что какие-то мои проблемы с заказчиками, были трения, мы будем решать твои проблемы и так далее, и у нас будет все хорошо, полное взаимодействие и так далее. Вот, но, в общем, что можно сказать, что я сказал этим друзьям, конечно же, ну, то, что я всем отвечаю, на самом деле, когда мне что-то угрожают, шантажируют или, так сказать, нажимают, то я говорю, хорошо, я подумаю, вот, но, естественно, у меня и в мыслях не было платить им деньги. Но, друзья мои, это было страшно, то есть они наезжали на меня, они, так сказать, у меня еще были волосы, дергали меня за волосы, но аккуратно, чтобы не было телесных повреждений. И я понимал, что первый раз, когда мы встречаемся с ними, так сказать, ничего такого не будет, а вот второй раз, если я им откажу, то, в общем, уже будет серьезно. Поэтому я постарался, чтобы второго раза не было. Вот такие истории. Ну, я там долго думал, что же мне делать. Обычно, что в тех случаях делали, либо обращались к другим группировкам, значит, ну, я точно не собирался этим платить, либо каким-то, грубо говоря, милицию. Вот, ну, в общем, что делать? Ну, я долго размышлял, что же делать, пошел все-таки в милицию, значит, сказал, что вот так и так, значит, там. Что мне сказала милиция? Ну, что она скажет каждому. То есть я им обрисовал ситуацию, они говорят, ну, и что ты от нас хочешь? Состава преступления нет. Пока. Ты же им ничего не заплатил? Я говорю, ничего, значит, нет ущерба. А телесных повреждений нет. Трупа нет. В общем, поэтому, даже если мы их найдем, то, в общем, как бы, что мы им можем предъявить? Ничего. То есть, как бы, они говорят, ну, если что, звони. Вот, я такой, да, то есть, давайте подождем, пока появится мой труп. Говорю, ну, что-то я не согласный. Ну, на что они сказали, как, помните, да, бриллиантовую руку. Ну, вот, сказать, не труп, там, значит, можно, сказать, оглушить, там, убить, так далее, и так далее. Вот. Ну, тем не менее. Ну, да, я навел справки, и они тоже навели справки, да, они сказали, что машина, естественно, по доверенности. Я выяснил их номер телефона, этих бандитов, они жили в Балашихе, и, естественно, квартира съемная. То есть, в общем, сказать, и все, собственно говоря. Вот, но, как только я поставил на телефон ООН, то есть, для того, чтобы записать их номер, они звонили, сказать, ну, они сразу поняли, что номер телефона идет через ООН. Понятно, что там запись шла всех разговоров, поэтому они были крайне аккуратны. И они говорили, что вот, нам нужно встретиться с Юрием Алексеевичем. Вот. Короче, ну, а мои сотрудники отвечали, хорошо, Юрий Алексеевич приедет, назначайте встречу. Где, когда назначайте встречу. Они говорят, не, не, мы, значит, сами, так сказать, придем, когда он будет, скажите нам, когда он будет. Ну, и так далее. Вот. Ну, короче говоря, встречу они мне не назначили, потому что они тоже все поняли. Они преступники трусливые, с ними надо так разговаривать. Вот. И, собственно говоря, ну, я просто не появлялся в офисе там 2-3 недели, там, не знаю, месяц. Да, они меня там ждали, караулили. Вот. Но что я хочу сказать? Что вот такая жизнь была, вы понимаете? Ну, как видите, я живой, и я вам утверждаю, что я ничего им не заплатил. И вполне себе жив, и здоров, и чего и вам желаю. Но что я хочу сказать? Что вот сейчас как раз очень многие люди, которые говорят, что мы тут все за Путина, все такие патриоты. Но при этом те же самые люди. Вот этот вот дедушка наверняка за Путина. И он при этом говорит, что я хочу все за черный наук. Ну, хочется сказать, ребята, вы либо крестик снимите, либо уж трусы наденьте, что-то одно выбирайте. Кто из вас за Путина, а кто против? Вот я, например, говорю, что я не за Путина, я никогда за него не голосовал. Но кто из нас больше поддерживает эту власть? Вы или я? Вы, которые не платите налоги вообще, не хотите платить налоги и поддерживать эту власть. Или я, который плачу налогов столько, сколько вы не зарабатываете за год? Понимаете? Я плачу столько налогов за год, сколько вы не зарабатываете. Понимаете? То есть кто из нас больше поддерживает эту власть? Поэтому, друзья мои, отличайте. Мухи от котлет отделяйте. Налоги платить надо, потому что надо, чтобы в стране был порядок. И налоги надо платить всем. Потому что мы хотим, чтобы в стране был порядок. А то сейчас получается, что люди говорят, мы не хотим в 90-е. Но если вы не хотите в 90-е, пожалуйста, платите налоги. Пожалуйста, пользуйтесь карточками. Живите в белую по закону. И требуйте от этого. Этого от властей, чтобы и власти жили по закону. Если вы все будете делать в черную, то не рассчитывайте на хорошую медицину. Не рассчитывайте на хорошую полицию. Не рассчитывайте на получение кредита даже буквально. Потому что вы приходите в кредит, а банк спрашивает, а покажите справку о вашей зарплате. Вы говорите, а зарплата у меня в черную. И все, не рассчитывайте на пенсию, если вы не хотите платить налоги. Позаботьтесь об этом, обо всем сами. Выбирайте. И добро пожаловать в 90-е. Я туда не хочу. Я хочу в нормальную страну. И я поездил по разным странам. Я посмотрел, есть еще такие страны, где вот так же, как в 90-х. Например, я приезжаю в Грецию на машине, и я въезжаю на заправку. Там бензин стоит совершенно безумных денег. Дороже, чем, по-моему, в Германии даже. И там 1,8 евро что ли. И стоит чувак такой на заправке с пачкой денег, так сказать, евро. И я говорю, ну у меня нет денег наличных, у меня есть только карточка. Он, не стесняясь, то есть там и так бензин забубенный, да, он мне еще, значит, сумму округляет в верхнюю сторону. Я говорю, какого хрена? Говорю, что тебе, значит, сдачу что ли сдавать надо? Он говорит, так ты же карточкой платишь. Плати больше. Понимаете? То есть все за черный на Греции. И там дороги, в общем, так себе знаки дорожные, там вообще просто их нет. А если они есть, то они либо заржавели, либо они уничтожены просто. То есть там в Греции, ну не забывайте, что даже если знак есть, то там на греческом языке, то есть это кошмар. Из Греции мы въезжаем в Албанию, а в Албании там просто 90-е годы. Полиция, в общем сказать, там, ну как бы она существует, но в общем на нее особо внимания не обращают. На дорогах, значит, есть такие крутые джипы, значит, там ездят такие мордовороты, как у нас в 90-е, новые русские, вот эти вот, да. И у кого машина круче, тот едет вперед, и понятно, что там все вот это вот, ну, по слухам, процветает. Пожалуйста, едьте в Албанию, живите там. Кто-то хочет? Выбирайте. Так я хочу, чтобы вы подумали, вы хотите в 90-е или вы хотите в цивилизованную страну. И также я жил, я проезжал в другие страны, так сказать, в европейские. Я вам скажу честно, есть страны, скажем, скандинавские, там, Швеция, Дания, где вообще хотят уже отказаться от наличных денег, в принципе. И где все по безналу, где все по карточкам. Но люди там живут. Хорошо. Поэтому я считаю, что надо ориентироваться на вот эти страны цивилизованные, где все, 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 не по черному нолу, не за черный нол, а все в белую. И подумайте. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, видео понравилось. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. Лайк, как всегда, и подписка. До встречи. Спасибо.